Здравствуйте, дорогие садоводы! Вы оставляете много комментариев и вопросов после просмотра наших видеороликов. И вот сейчас очень часто спрашивают, чем и как обрабатывать плодово-ягодные культуры от насекомых-вредителей. Я хочу представить вот такой препарат. Он называется Дециспрофи и рассчитан он на очень широкий спектр насекомых-вредителей, как на плодовых деревьях, на ягодных кустарниках можно им пользоваться, и на овощных культурах, то есть, например, на картофеле против колорадского жука. Время обработки сейчас как раз очень подходит, то есть это пора зеленого конуса, когда почки еще не распустились, то есть листочки не появились, а только вот именно зеленый конус появился, она лопнула, эта почечка, и вот пошли немножечко выдвигаться эти росточки, эти листочки из почек. Почему именно эта фаза важна? Вот насекомые-вредители появляются в саду, но еще не успевают размножиться, и этот момент как раз очень важно застать. Вот в фазу зеленого конуса, например, рекомендуют опрыскивать яблони, груши против такого страшного вредителя, как яблоневый долгоносик. Это вредитель, который может уничтожить до 70, даже 80% вашего урожая, если не опрыскивать вот, например, такую небольшую яблоньку, ну, практически все цветки у нее могут быть повреждены вот этим вот долгоносиком, который откладывает яйца, свои яйца откладывает в цветы, в бутоны еще, и получается так, что личинка там развивается, она склеивает своими веществами вот эти вот лепесточки, цветочек не распускается, и, соответственно, у вас яблочек нет. И вот таких вот цветов на этом дереве может быть огромное количество, и вот с этого дерева можно получить достаточно много яблок, а вы будете иметь там 5-7 штук всего лишь. То есть, естественно, обработку такую проводить надо. В наших садах вот без этой обработки, к сожалению, к сожалению, обойтись вообще никак нельзя, потому что у нас есть несколько запущенных совершенно садов, где вообще растения не вырезаются, не обрабатываются ничем, и поэтому у нас этот долгоносик вот таким вот образом размножается, что каждый год он уничтожает большую часть урожая. Как правильно разводить этот препарат? Смотрите, вот он в таких удобных упаковочках выпускается по одному грамму. Для обработки яблони, груши нужно 1 грамм растворить в 10 литрах воды. То есть, вы берете эту упаковочку, сразу ее высыпаете на 10 литров воды, и этого количества у вас может хватить на обработку, может быть, даже и всех деревьев. Там в зависимости от возраста дерева от 2 до 5 литров уходят на обработку вот всех-всех веточек. Нужно постараться как можно тщательнее покрыть раствором все ветки, все почки, и поэтому, конечно, нужно пользоваться каким-то хорошим опрыскивателем. Ну вот, например, у меня опрыскиватель ЖУК я пользуюсь. Либо вы берете пластиковую бутылку с хорошим распылителем, ну и тогда, извините, вам нужно будет пользоваться какой-то лестницей и работать рукой, что очень напрягает, да. Но самое главное, чтобы был мелкий распыл. Вот при этом мелком распыле идет очень экономный расход препарата, нагрузка химической на дерево очень незначительная, и эффективность обработки этим препаратом Дециспрофи, она как раз вот наибольшая. То есть мелкий распыл должен быть, который покрывает веточки. Работать, естественно, нужно в какую-то безветренную погоду. Ограничение есть у этого препарата, чтобы не пользоваться им вообще в жаркую погоду, что бывает, ну, только у нас летом, наверное, да, чтобы температура в тени не превышала 25 градусов. А так вот весной только смотрите, чтобы ветра не было. Вот сегодня, например, неблагоприятный день, ветер, но мы все-таки покажем, как эту обработку провести. Бывает, что у вас не очень много в саду растений, которые требуют обработки, но я вот всегда, знаете, как делаю. Если у меня остается препарат, я отдаю его соседям, вот нашей тете Лили, которая там у нас находится за заборчиком Ларисе, и у нас получается совместная такая обработка, что очень хорошо, то есть вредители не размножаются. Разводится этот препарат очень просто. Там водорастворимые мелкие гранулы находятся. И вот посмотрите, сначала производители рекомендуют растворить вот в таком небольшом объеме воды этот препарат, и потом уже доводить до нужного количества. Я сейчас растворю половинную дозу, потому что у меня вот этот опрыскиватель 7-литровый. Я разведу как раз на 5 литров. У меня хватит, чтобы это дерево опрыснуть, и там у меня еще одно дерево яблони есть, и сливы, и вишни можно тоже обрабатывать. Там тоже у них свои вредители есть. То есть вот такой вот универсальный препарат. Летом этим препаратом можно пользоваться против всевозможных листогрызущих насекомых. У нас вот, например, на елке были гусеницы, которые объедали хвою, страшно объели всю макушку. Мы просто даже сначала не знали, что кто-то может наши елки есть. Никогда такого не было. И вдруг вот они появились. Обработали этим препаратом, все, гусеницы исчезли. Елочку мы свою спасли. То есть еще раз повторюсь, что против очень широкого спектра вредителей действует этот препарат. Давайте посмотрим, как мы будем его растворять. Мы берем, вот у меня ложечка здесь есть. Я отмеряю примерно половину. Я здесь уже это все проверила, сколько этого препарата. Сейчас мы его захватим получше в один уголочек. Ну вот примерно как раз половинная доза у нас. И мы растворяем это в нашей бутылочке. Боюсь высыпать. Пробка закрыта плотно. Так. Вот видите, такой экономный препарат. И нагрузка на растения небольшая. То есть здесь все достаточно безопасно. Что мне нравится в этом препарате, он контактно-кишечного действия, а не системного. То есть препарат не впитывается в растения. И достаточно длительного какого-то эффекта, что перейдет в плоды, вот этот препарат бояться не стоит. И вот этот контактно-кишечный принцип действия, он как работает? То есть препарат воздействует на насекомое, когда попадает непосредственно на него, либо когда насекомое питается уже соками этого растения на листьях. Вот в данном случае у нас по зеленому конусу питается долгоносик. Он уже вот эти вот почечки прокалывает, и даже еще не распустившиеся, и высасывает соки. И вот если мы сейчас эти почки обработаем, то он накушается наших вот этих обработанных, еще не распустившихся листьев, и должен он погибнуть. И естественно, если мы этого долгоносика тоже самого обработаем, тоже у нас будет хороший эффект. Ну вот я считаю, что уже у нас препарат растворился. Это достаточно быстро происходит. И вот в такую 5-литровую канистрочку мы выливаем. Смотрите только, чтобы не использовать пищевые продукты, ой, пищевые емкости, которые вы для продуктов каких-то используете. вот, как-то пометьте эту, вот эту бодяжечку, чтобы потом никакую воду питьевую туда не заливать. Еще раз мы взболтаем, чтобы хорошо у нас все это разошлось. Вот. И теперь заливаем сюда. Вот такой опрыскиватель жук, очень удобный. Мы открываем крышку. Заливать очень удобно, потому что горло широкое. Вот. Когда наливается, там еще дополнительно все это перемешалось. Работайте, пожалуйста, в перчатках. Я все время об этом забываю, когда ролик снимаю. Вот. Стараюсь сделать все это покороче. Но вы, пожалуйста, технику безопасности не нарушайте. При работе, кстати сказать, с людыми препаратами. Вот так вот мы его до конца закрутили. Здесь мы вставляем наш опрыскиватель. Вот такой вот шланг. Прикрутили его. И нужно накачать давление. Накачивайте 15-25 раз. В зависимости от того, какой объем жидкости вы туда залили, вы поймете, когда у вас рука уже будет с трудом туда упираться. Вот. Ну вот примерно и хватит. Вот так он фиксируется. И дальше берете штангу. Я сейчас проверю. Вот. Все работает. Так. Теперь я должна надеть маску. Вы тоже об этом, пожалуйста, не забывайте. Вот. Потому что ветер и обязательно у вас это все куда-нибудь полетит. И вполне возможно, что ничего страшного и не случится, но некоторые люди очень чувствительны даже к биопрепаратам. Там аллергия какая-то может быть. Вот. Поэтому мы вот с вами вот так вот себя обезопасим. Вот. Посмотрите. Все просто. Нажимаете здесь на рычажок. И у вас все обрабатывается. Вот веточки. Видно, как они становятся влажными, мокренькими. Вот таким образом. Там можно, кстати сказать, регулировать вот этот вот напор, чтобы он еще был более такой мелкодисперсный. И вот что я еще хочу сказать. Про этот опрыскиватель-жук. У него есть еще дополнительная штанга. То есть вот посмотрите. Вот еще к ней крепится. И сама вот эта вот ручка телескопическая. То есть отсюда можно вынуть еще, удлинить. И можно опрыскивать деревья до 3 метров или даже 4 высотой. Потому что сама штанга 3 метра. То есть вот этим препаратиком мы с вами вот так покрываем все эти почечки. Вот таким вот образом. Видите, они у нас все влажненькие стали. Все обработали с нашим препаратом, замечательным, Дециспрофи. Выпускает его фирма Байер. Я уже эту фирму очень давно знаю. Действительно, все препараты, которым я пользовалась, дают очень стабильный, надежный эффект. Так что вот на своем опыте я уже многократно убедилась, что все препараты, которые они выпускают, очень даже нам замечательно помогают. Вот таким вот образом. Вы видите сами, что расход препарата очень небольшой. Нагрузка на экологическую среду небольшая. Вот таким вот образом. Единственное ограничение, которое есть при работе с любыми препаратами, это не нужно их применять во время цветения, чтобы пчелок наших любимых, замечательных не погубить. Да, понятно. А так вот по зеленому конусу как раз обрабатывайте. В другой следующий раз можно обрабатывать этим препаратом против яблоневой плодожорки. Это попозже. Это когда завязываться будут едва-едва бутончики. То есть вот вы посмотрите там по календарю, как и когда обрабатывать против различных вредителей. Кстати сказать, вот это вот время обработки, я маску сниму, потом дадим. Вот. Это время обработки, сроки, они очень важны, потому что вот стоит только вам опоздать, и ваши насекомые отложат яйца. То есть вы затянете, например, до момента уже образования бутонов, и ваши долгоносики могут отложить уже туда яйца, и урожай будет потерян. А так вот, пожалуйста, вот этот вот препарат, еще раз посмотрите на него, как он выглядит, упаковочки. Вот так именно оригинальная упаковка должна выглядеть, граммовая, потому что есть упаковки и с другим количеством граммов. Это могут быть подделки. А вот такие вот граммовые упаковки, вот здесь фирма Bayer присутствует, все здесь данные у производителя указаны. То есть смотрите, пожалуйста, покупайте оригинальный препарат. Еще раз говорю, что сама неоднократно применяла его. Яблоки получаются идеально чистые, то есть вот нет там никого. Я даже хочу сказать, что вот у этого препарата достаточно длительный срок действия. Видимо, и плодожорку он застает, то есть и она тоже успевает отравиться этим препаратом. То есть нет и плодожорок тоже вот на этой яблони, которая была обработана этим препаратом. В моем саду хватило одной обработки, и в общем-то яблоки были прекрасны. Это, кстати сказать, сорт «Юмный натуралист», замечательные яблоки, вкусные, красивые. И вот, конечно, нужно сохранить их, чтобы порадовать и детей, и внуков.